дубль 3 всем добрый вечер меня зовут кушнир ирина мне 25 лет я второй раз зарегистрирована в компания рефлейм пришла 2 января 2013 года на акцию счастливы вместе до этого я спокойно сидела в отпуске по уходу за ребенком у меня сейчас дочки на данный момент годик до декрета я работала в центре развития туризма и народной культуры специалистом по маркетингу и информационным технологиям я пришла в oriflame с целью именно зарабатывать строить свою структуру потому что наталья меня убедила в том что здесь есть деньги и по прошлому опыту я знаю что моя подруга зарабатывает неплохо она сейчас звание директора вот и долго думая я все-таки решила что стоит второй раз попробовать спонсированием я занялась практически сразу же и вот сейчас у меня уже есть девятипроцентная группа которая надеюсь выйдет на 12 будем стараться и значит я вошла у меня сейчас уровень 12 процентов я подтвердила его два раза два каталога и вошла в энергию роста получила первый первую премию свою в 3000 рублей значит давайте приступим к нашей конференции а потом если будут вопросы я на них отвечу спасибо за поздравление и значит наша тема это как искать клиента как продавать продукцию как бороться с возражениями и так далее значит для того чтобы новичку определиться с тем кто может войти в круг его клиентов сама по опыту знаю что это очень сложно пугает как так кому я буду продавать да я не найду клиентов да у меня ничего не получится и так первое что нужно составить это список имен список имен это самый первый инструмент который поможет не только новичку но и будущему спонсору в этот список вы вам прежде всего следует включить тех кто живет у вас в квартире близкие родственники далее вы знаете всех родственников которые живут в вашем городе можно даже за его пределами и близких друзей эти люди будут вашим так называемым внутренним кругом с ними вам легче всего общаться их вы хорошо знаете это будет как основа опора вашей вашей деятельности вашем бизнесе далее никогда не останавливайтесь только на родственниках расширяйте свой список знакомых включите в него соседей деловых партнеров коллег вспомните одноклассников знакомых в местах где вы часто бываете это могут быть магазины спортзалы кинотеатры еще что там дальше вспомните людей из одних компаний и не забывайте спрашивать у всех своих знакомых рекомендации 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 помогут вам расширить список ваших знакомых и все вот эти люди станут вашим внешним кругом контактов с ними не так просто общаться но со временем вы научитесь итак внешний круг он гораздо больше чем внутренний поэтому это большая база для работы и запомните одно золотое правило всегда спрашивайте рекомендации например можно спросить у вашего клиента а кому еще из ваших знакомых я могу показать каталог или кто заинтересован на дополнительном доходе как правильно проводить встречи с клиентами обратите внимание прежде всего на ваш внешний вид когда я первый раз занималась мне мой спонсор говорил для того чтобы продать на 10 рублей нужно выглядеть на все сто процентов дальше не забывайте о том что вам нужны каталоги справочник по продукции палитра цветов пробники и в общем все что понадобится для удачных продаж подберите для себя самые удобные часы в которые вы можете встретиться с клиентами и с каждым отдельно согласуйте то время которое устроит клиента не забудьте создать теплую атмосферу дружескую дружеского общения и не забывайте что первым делом всегда с клиентом нужно поздороваться вы можете если вот у вас знакомые хорошие вы можете сказать привет здравствуйте я вот тут начала заниматься компания продукции заниматься арифлеймом посмотри каталог обрати внимание на наши новинки и на спецпредложения я думаю тебя что-то заинтересует для того чтобы успешно продавать не забывайте задавать вопросы задавайте открытые вопросы на коту на которые человек не может ответить просто да и которые помогут человека разговорить именно это вам нужно когда вы устанавливаете контакт с человеком больше вероятности что он у вас что-то закажет после того как контакт установлен покажите каталог посмотрите каталог вместе с клиентом обратите внимание сами на то что заинтересовало клиента где он удерживал взгляд на какой странице посоветуйте что-то обратите внимание на спецпредложения каталога и не забудьте в конце собрать заказ потому что большинство продаж срывается из-за того что вы просто не спросили а что ты хотел бы купить вот эта схема это стадии принятия решения значит первая стадия это осмысление потребности значит человек у человека возникает потребность хочу купить туалетную воду далее он оценивает альтернативы что мне сделать сходить в магазин и купить воду или пригласить консультанта какой-то сетевой компании чтобы он мне показал каталог пробники и выбрать воду у него и тут вы со своим каталогом со своими советами приходите к нему и от того у человека возникает сомнение стоит у него ему и у вас брать или не стоит и принятие решения зависит от того насколько у вас это получится в стадии переговоров как вы его убедите получится у вас убедить значит это ваш клиент и ваш заказ не получится значит он уйдет к другому дальше для того чтобы научить на первом этапе продавать или принимать какие-либо решения советуют использовать метод дама он широко применяется уже многими сетевыми компаниями не только в компании эрифлейм и ее цель цель этого метода именно помочь определить потребности человека и подобрать то что нужно именно вашему клиенту решить его проблему и никогда запомните не ставьте свои цели превыше желаний вашего клиента говорят что вы нельзя продать человеку продукт если у него нету у человека потребности в этом продукте или в этой услуге но если у вас даже и получится продать то скорее всего больше этот человек с вами общаться не будет не навязывайте ему ничего и запомните когда вы удовлетворяете потребность клиента ваши цели тоже при этом улучшаются помогают вам достичь этих целей так что следите за тем чтобы ваш клиент был всегда доволен и так первый шаг по методу дама это определение потребностей чтобы определить потребности нужно задавать вопросы и задавать вопросы нужно четкие правильные и открытые никогда не старайтесь задавать вопросы на которые человек может ответить да или нет потому что тогда вы его не разговорите к открытым вопросам относятся такие которые начинаются со слов где когда как почему вы сами понимаете что на вопрос где вы покупаете косметику человек не может сказать да он вам расскажет расскажет о том что вам нужно узнать какие у него потребности если человек хочет купить крем вам нужно узнать какой у него возраст какой тип кожи какие проблемы человек хочет решить благодаря вашему крему и так когда вам кажется что вы определились с потребностями человека вам нужно все это сгруппировать в одно и получить первое да например если я вас правильно понимаю вам нужно то-то и то-то если вдруг получилось так что человек сказал нет значит вы его не дослушали или слушали невнимательно или что-то не уточнили возвращайтесь снова к первому шагу и спрашивайте все что о чем вы недопоняли когда вы получили первое да согласие переходим к третьему шагу третий шаг это подбор вы узнали что нужно человеку и советуете ему то что предлагает компания Reflame для решения потребностей этого человека когда вы определились вам следует перейти четвертому шагу и получить заключительное да какой из продуктов этой серии вы хотели бы заказать вы хотите заказать один продукт или всю серию и когда вы получите согласие считайте вы получили нового клиента и новый заказ итак подводим итог методы дан первое это определение потребностей второе получение первого да третье это предложение компании для решения потребностей и четвертое это получение последнего заключительного да да и оформление заказа что же сделать для того чтобы приобрести не одноразовых клиентов а постоянных вот эти две стадии которые выделены это применение внедрения и изменение происходящее с течением времени это нужно узнать у человека например вы доставили заказ позвоните человеку дня через два вашему клиенту и спросите а попробовал ли он продукт который вы ему посоветовали если нет тогда спросите когда он собирается его попробовать и позвоните уже после того как он его попробует и обязательно спросите его мнение как ему продукт понравился не понравился подходит не подходит может ему его что-то не устраивает если человек что-то не устраивает помогите ему решить эту проблему вы как опытный консультант должны хорошо разбираться в продукции и знать какие трудности могут возникнуть с ее применением и как их сгладить дальше я бы хотела у вас спросить что вам вот запомнилась больше всего из того что я вам сказала по общению с клиентами напишите пожалуйста меня кто нибудь слышит хорошо список знакомых метод дома хорошо внешний вид выявление потребностей метод дома большинство запомнился метод дома а кто нибудь на практике его применяет поставьте плюсики если кто-то пробовал очень хорошо какие все молодцы и так далее мы переходим к следующей части это работа с возражениями возражения это наверное то с чем сталкивается практически каждый консультант и что нужно вам знать как правильно ответить на это возражение как помочь клиенту все таки посмотреть ваш каталог несмотря на все его возражения например если человек говорит что у него в этом месяце нету денег вы можете сказать ему ой я вас так понимаю но вот посмотрите пожалуйста у нас есть такие спецпродолжения они очень экономичные вдруг они вас заинтересуют если человек говорит что у него сейчас нет на времени на просмотр каталога вы ему скажите я вас очень понимаю возьмите каталог домой у вас будет свободное время и вы его посмотрите и самый наверное такой ответ клиента когда он говорит я собираюсь сделать покупку у другого косметического бренда ну что на этот на это возражение можно ответить я так рад что вы следите за собой и пользуетесь косметикой ну возьмите посмотрите наш каталог а я приду через пару дней и вы мне расскажете что вам понравилось а что не понравилось что может у нас есть такое чего нет у наших конкурентов это ваша цель это первое согласиться с человеком поддержать его и второе все таки сделать так чтобы человек удовлетворил вашу потребность в том чтобы показать ему каталог не обижайтесь никогда на клиентов если он не заказал в этот раз не заказал закажет следующий итак что же сделать после того как вы уже оформили заявку поблагодарите клиента за то что он сделал заказ именно у вас сохраните копию для себя можете сделать такую же копию для клиента согласуйте время когда вы принесете заказ и можете вписать сразу же на копии бланка заказа чтобы не забыть ни вам ни вашему клиенту не забудьте спросить о рекомендациях как вы думаете кому будет интересно посмотреть каталог и старайтесь доставлять продукцию в то время когда договорились не меняйте по вашему желанию место и время встречи никогда не отдавайте клиенту заказ без оплаты если клиент говорит что у него нету денег вы можете сказать я оставлю ваш заказ у себя когда у вас будет зарплата вот до этого момента вы оставляете заказ у себя а далее вы его просто расформировываете и продаете и покажите клиенту следующий каталог мотивируя его сделать заказ также если например вы сделали заказ на первой неделе можете показать каталог текущий для того чтобы убедиться в том что у человека больше нету заказа по этому каталогу для того чтобы успешно продавать существует три основных метода это домашняя встреча продажи на своем рабочем месте и демонстрация каталога все эти методы каждый по-своему хорош каждый интересен давайте остановимся подробнее на первом это домашняя встреча для того чтобы провести домашнюю встречу выберите тему это может быть все что угодно запуск новой линии продуктов или новый каталог с акциями и предложениями спланируйте время свое когда вам удобно и пригласите как можно больше друзей на это время попить чаю или кофе подготовьтесь к демонстрации определите те продукты которые будете демонстрировать подготовьте каталоги пробники и все что вам может понадобиться по вашему плану что я советую вам определившись с датой и временем и отдав приглашение составьте список комнаты в которой будет у вас проходить презентация распределите количество посадочных мест определите где у вас будет стоять стенд с продукцией не забудьте о том что продукция должна быть доступна для тестирования и у людей должно остаться время на то чтобы все попробовать нужно чтобы было много продукции много пробников тогда большая вероятность того что все собранные вами люди сделают вам заказ чем удобна домашняя встреча вы собираете много потенциальных клиентов все им показываете рассказываете когда люди пробуют на себе продукцию они вам доверяют доверяют этой продукции можно сразу же в одно время собрать большое количество заказа не забудьте спросить у человека что он хочет заказать у вас сейчас и можете дать ему каталог чтобы он посмотрел уже со своей семьей и может заказал что-то еще поставьте пожалуйста плюсики кто пробовал проводить у себя домашние встречи 4 человека хорошо ну и ваше мнение это полезное занятие очень хорошо очень хорошо значит советую всем 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 кто нас слушает сейчас попробовать провести у себя домашнюю встречу если вы не можете у себя поговорите с подругой и предложите ей провести эту встречу у себя но не забудьте поощрить ее например либо с десятью процентами от продаж либо каким-нибудь подарком вот именно что можно придумать любой повод для того чтобы провести встречу на дому итак второй шаг к успешным продажам это продажи на рабочем месте как правило люди любят совершать покупки на рабочем месте потому что можно отвлечься и сделать покупки не выходя из дома прямо посмотрев каталог и выбрав все что им интересно поговорить с начальником никогда не делайте продажи на рабочем месте не посоветовавшись с начальством приготовьте ему небольшой сувенир за то что он вам разрешил раздайте каталоги повесьте объявления о том что вы проводите презентацию оставляйте каталоги везде где только можно кухни холлы автоматы кофейные и тому подобные места вы можете после разрешения начальства организовать небольшой стенд где будет представлено много продукции пробников и все что может потребоваться разные бизнес аксессуары предлагайте клиентам оставить заказ сейчас и если нужно взять каталог домой посмотреть кто-нибудь пробовал проводить на работе встречи так одному человеку уже понравилась идея отлично а Юлия вы попробуете такую идею воплотить в жизнь нет замечательно мы потом у вас узнаем как результат такой встречи если так много консультантов на работе можете скооперироваться и получить еще дополнительных клиентов и консультантов все понятно Наталья а Наталья вы хотите попробовать именно встречу провести у вас есть такая возможность у Наталья у Наталья совсем замечательная идея мне понравилось ну все ясно у кого-то нет времени а мне понравилась идея Натальи пять минут тестирования продукции во время обеденного перерыва замечательно итак мы переходим к последнему самому распространенному методу это раздача каталогов методов конечно много но эти самые основные итак для того чтобы раздавать каталоги придумайте свою собственную визитную карточку например это может быть такого плана текст здравствуйте меня зовут Кушнир Ирина я являюсь консультантом компании Арифлейм предлагаю вам посмотреть наш новый каталог и обратить внимание на наши новинки расположенные на страницах с такой-то по такую-то и на спецпредложения о которых вы можете прочитать на тех-то и тех-то страницах если вас заинтересует наша продукция и вы захотите сделать заказ то позвоните мне пожалуйста вот по этому телефону оставляйте эти каталоги во всех доступных местах но не забывайте спрашивать разрешение у администрации чтобы ваши каталоги просто-напросто не выкинули смотрите на то чтобы в визитной карточке которую вы прикрепляете каталогом были все выходные ваши данные чтобы с вами можно было связаться и обязательно оставляйте подарки администрации или сотрудникам на ресепшн где будет лежать каталог и не забывайте делать это регулярно если человек привыкает к тому что он приходит сюда и получает новый каталог даже если ему что-то в этом каталоге не понравилось ему может понравиться что-то в другом и далее уже когда вы нашли новых клиентов начинаете с ними общаться как со своими уже полюбившимися клиентами то что мы рассматривали в самом начале и так советы все что вам нужно для успешных продаж это пользоваться косметикой самому узнать ее иметь свою косметичку пробники с собой и хорошо ориентироваться в каталогах второе это составить список имен и не забывать всегда его расширять третье это вкладывать деньги в каталоге имейте как минимум 10 каталогов текущего периода для того чтобы показать их хотя бы 20 постоянным клиентам и потом уже когда ваши постоянные клиенты сделали вам заказ вы можете раздавать эти каталоги с использованием визитных карточек я советую вам делать это на последней неделе каталога или даже на второй если есть такая возможность потому что по деньгам это затратно но результат может быть тоже очень хорошим дальше показывайте каталоги и собирайте заказы не забывайте спрашивать человека что бы он хотел заказать у вас на данный момент следите за тем как вы выглядите красьтесь делайте маникюр прическу следите чтобы одежда была в хорошем состоянии иначе у вас просто не будут покупать посмотрите на себя в зеркало и подумайте если бы к вам вы сами подошли вы бы у себя купили у такого или нет пользуйтесь корпоративными материалами и пробниками их можно заказать на сайте в разделе бизнес аксессуаров и участвуйте во всех стартовых программах это стартовая программа для новичков и сейчас премьер клуб с пятого каталога бизнес класс у нас уже отсутствует последний раз можно будет заказать только в пятом каталоге по итогам четвертого если вы участвуете во всех этих программах у вас есть продукты компании дешевле гораздо и вы можете продать и получить уже непосредственно доход с их продаж у меня все я желаю вам успехов продвижения по карьерной лестнице кому-то больших продаж если кто-то не хочет заниматься именно бизнесом с компанией Арифлейм и ответьте пожалуйста если есть вопросы задавайте спасибо спасибо большое это была моя премьерная презентация первый раз я очень волновалась я рада что вам всем понравилось все всем спасибо до свидания до свидания